В преддверии Большого праздника, Дня Великой Победы, особое внимание, безусловно, уделяется тем ветеранам, которые принимали участие в боях за свободу и независимость Родины. С каждым годом, к сожалению, их становится все меньше, а потому так важно успеть сказать слова признательности и благодарности тем, кто еще жив, тем, благодаря кому живем мы. В настоящее время на Брещене проживают около двух тысяч человек, которые в составе регулярной армии или партизанских и подпольных организаций отвоевали каждый сантиметр родной земли. Восемь из них перешагнули столетний рубеж. Сегодня, когда мы видим, совсем недалеко от нашей границы идут боевые действия и гибнут люди, мы действительно должны ценить то, что завоевано вами, нашими дедами. И самое главное не то, что ценить, а это сохранить. Поздравив с наступающим праздником участников встречи, а в их лице и всех ветеранов области, руководитель региона Анатолий Лис пожелал им крепкого здоровья и долголетия. Они настоящий оплот в деле воспитания подрастающего поколения, имеют активную гражданскую позицию и занимаются общественными делами. Все это значимо и важно, но отнимает много сил. Однако ветераны жаловаться не привыкли. Они уверены, что труд на благо народа – отличный стимул не стареть за душой. Наглядный пример их работы – книга о героической Брещине, подготовленная силами ветеранского актива области, была презентована на встрече. Мы подготовили сборник «Героическая Брещина». Мы посвятили материалы именно своей родной Брещине, начиная с того, что Брестская крепость – герой у нас находится, и заканчивая конкурсными работами учащихся о своих родственниках, которые воевали в период войны глазами уже современного поколения. В рамках мероприятия за многолетнюю и благотворную деятельность грамотами и благодарственными письмами областного исполнительного комитета, а также Совета депутатов были награждены активисты ветеранского движения. Такая оценка их деятельности, по словам самих ветеранов, безусловно, приятна, но обязывает к еще большей работе в дальнейшем. Однако как раз труд не пугает тех, кто воевал, а затем отстраивал практически с нуля всю страну. Скорее радует, ведь по их собственному признанию нет ничего лучше работы и жизни под мирным, спокойным небом.